Всем здравствуйте! С вами Черный Практик. Сегодня мы будем смотреть все о вашем бывшем сейчас. Подойдет тем, кто хочет узнать о бывшем, что он вообще сейчас о вас думает, либо где он сейчас находится, и вообще все, что сейчас происходит с вашим бывшим. Может быть, он хочет выйти с вами на связь, да? Может быть, он не хочет выйти с вами на связь. Может быть, этот человек просто хочет поговорить с вами или поставить точки, или все-таки выйти на связь и помириться. Или, может, уже у него кто-то есть. То есть сейчас мы будем все узнавать за вашего бывшего. У нас будет два варианта. Первый и второй вариант. Итак, здесь у нас голубая бабочка, тут у нас не голубая бабочка, у нас здесь светло-зеленая. Выбираем свой вариант, вспоминаем бывшего и поехали. Начнем мы с первого варианта. То есть здесь будет не то, что он думает о вас, а вообще вся информация о вашем бывшем. Начинаем с первого варианта. Здесь сразу человек пошел светлым. Светлый человек куда-то торопится сейчас, куда-то едет. Сейчас находится в дороге, очень торопливый. У меня возраст идет 36 лет. 36-28, вот какие-то цифры, либо с 28 по 36. Значит, сейчас, когда начала на него смотреть, мертвичина почувствовала, что кто-то стоит, какая-то мертвичина. То есть могу предположить, что у кого-то он мог потерять. Были какие-то похороны. Да, возможно, он кого-то потерял. Были какие-то похороны. Схоронил. Схоронил кого-то недавно. Итак, он рассказывает. Виталий, Александр, Дмитрий, Кирилл, Степан, Игорь. Вот такие именно идут. Итак, поехали. Здесь что-то решает. Что-то решает, нужно действовать. Здесь надо действовать. Эти карты летят торопливо сам по себе и вообще. Но здесь мне почему-то проходит ребенок. Здесь мне почему-то проходит сын. То есть может быть такое, что вы имеете общего сына, либо у вас есть дети от разных браков. Он, скорее всего, был женат. То есть этот человек сейчас ходит по кругу. Решение какое-то не может принять, но надо действовать. Здесь очень человек любит деньги. Очень любит деньги. Возможно, знает, как его заработать. Заработать человек, любящий деньги. Кстати, человек может, знаете как, то есть здесь может пойти на какую-то авантюру ради денег. Здесь такое может быть. Он может пойти на какую-то авантюру ради денег. Он может здесь что-то думать насчет того, как заработать, и все-таки придумать пойти на авантюру. То есть мы видим, что у человека могут быть сейчас, в данное время, проблемы. Они могут быть связаны с документацией, с чем-то государственным. То есть он здесь обдумывает какие-то решения. Ему вот какие-то бумаги приносят, а он их отодвигает. Ему какие-то бумаги несут, а он их как отодвигает. То есть здесь, возможно, не урядится в документациях. Это, возможно, могут быть кредиты, что-то связано с кредитами. Здесь человек, кстати, обращался к влиятельному человеку. Он мог обращаться к влиятельному человеку. Здесь может быть такое, что человек обращался к влиятельному человеку. Он что-то мог просить. То есть здесь, возможно, человек задолжал, проиграл большую сумму денег. Что-то связано с деньгами. Человек в прошлом мог быть с деньгами. Человек мог быть по деньгам не то, что богатым. Но он мог не нуждаться. То есть человек мог не нуждаться. Человек мог действительно быть с деньгами. То есть человек, который всегда держал в руках деньги, но какое-то время он их потерял, да, лопа закончилась, книга закрыта. То есть, смотрите, здесь этот человек, либо он работал или хотел пойти учиться на учителя, ну, конечно, да. Смотрите, здесь вообще все карты у нас просто летят, все карты летят, потому что человек сейчас куда-то летит, он стал какой-то торопливый. Здесь человек либо хотел учиться на учителя, может быть, хотел преподавать, либо сейчас проходит что-то связанное с повышением квалификации. Может быть, также смена работы, смена того, что вот, либо места, либо работы. Ну, тут человек, конечно, вообще сейчас в данное время находится в полной кардианальной перемене своей жизни. Тут, может, он просто даже ищет работу, хочет повысить квалификацию. То есть человек полностью находится в состоянии вот этого вот всего хаоса, переворота в его жизни. А вы мне идете по имени либо Виктория, Алена, Татьяна, Надя, Надежда, Яна, Оксана, Елена. Вот такие именно вас могут так звать. Вообще, ты думаешь о ней? Ну, вот мысли есть, конечно, но это борьба. Борьба, и у вас вообще отношения кончились так не очень хорошо, не на хорошей ноте. Не видели вы света в окне, точнее. Кстати, у этого человека могли быть проблемы с законом, он мог быть сидевший. Либо, ну, хотели его, конечно, может быть, и привлечь. То есть здесь могло быть рукоприкладство. Человек мог прикладывать руки. Точнее, да, человек мог прикладывать руки. Человек мог, да, скорее всего, тут было рукоприкладство где-то сейчас. То есть человек сейчас заперто в своих мыслях. На человека может быть сглаз. Он сейчас убегает. Проблемы решать, конечно, надо, но он бежит. Смотрите, здесь может быть жильем проблема. Может быть проблема с жильем. То есть у человека может быть просто нету даже денег на ремонт. Человек может жить в каких-то не таких условиях. То есть здесь, опять же, человек может задолжать денег, да, и за ним охотятся, дабы эти деньги поиметь. Скорее всего, человек мог задолжать, и за ним охотятся, хотят поиметь денежные средства. Здесь может быть человек действительно, да, как бы, ну, был раньше при деньгах. Вообще сейчас твое состояние какое денежное. Здесь одна мысль о деньгах. Печаль. Вообще человек находится сейчас в печали. У него бессонница, он не спит просто полностью вечерами. То есть человек полностью вечерами не спит. Человек находится в состоянии, ну, да, в состоянии злости, агрессии. Дома могут быть скандалы. Дома могут быть неразберихи. Здесь такой человек и подраться может, я смотрю. Его могли, кстати, он мог и хранить оружие. Его могли, может, он хранил оружие. Может быть, просто увлекается холодным оружием. Так, ну, что вообще у него по личной жизни, у этого человека, по личной жизни, вот у этого человека, по личной жизни, что? На которого я смотрю. Здесь нет личной жизни. Здесь есть переговоры, есть переписки, есть общение, чувства. Да, но тут нету, он один. Здесь есть общение, здесь есть интернетное общение. Может быть, какие-то свидания, может, одноразовые. То есть его друг с кем-то хочет познакомить. Но вы знаете, здесь человек пребывает в состоянии какого-то вот депрессивного состояния, но старается прятать это все за эмоциями положительными. Но они не положительные, они разрушительные у него на самом деле. Эти эмоции у него разрушительные. Но выкарабкается он из этих обстоятельств, сможет избежать это все, удача ему улыбнется. Кстати, здесь может быть то, что он потерял какие-то важные документы. Кстати, может и выпивать. Здесь может быть смена машины. Вообще, хочешь ли ты приехать к той женщине, которая тебя смотрит? Ну, хотел бы примириться. В дружеских отношениях он бы хотел остаться. Но здесь, может быть, вы поругались за какого-то мужчины, допустим. Здесь может быть такое, что вы поругались за какого-то мужчины. Был любовный треугольник, либо же он вам изменил сам. Либо же он вам изменил сам. То есть здесь может быть и вот такое. Скорпион, может быть, у него знак зодиака. Но не обязательно по знаку зодиака. Ну так, первый вариант у нас был таким. Можете там писать свои комментарии, у кого совпало, у кого не совпало, в принципе, тоже. Сейчас буду переходить ко второму варианту. Будем смотреть, что там по второму варианту. Здесь мужчина может быть метис, либо смешание кровей, либо просто какое-то имя красивое у него может быть. Может, человек мечтает жить за границей, улыбчиво, улыбается, но плотного телосложения, либо просто человек, когда находится, ну, как бы, может быть, в плотной массе. Ну да, что-то карты хотят сказать. Здесь вообще человек какой-то гуляка. Тут человек гуляка, он любит гулять. Здесь несерьезный человек, боится каких-то обязательств, обязанностей боится. То есть, если что-то у него случается, бежит, кому-то что-то доносит, бежит, кому-то что-то рассказывает. Рьяно, так разъяренно. Здесь человек как-то пытается донести что-то, что он всегда прав, постоянно прав. У него тоже могут быть ссоры, скандалы, видите? То есть, человек постоянно носит маску. Ох, есть какая-то женщина рядом. Вы знаете, любит красиво одеваться. Здесь какая-то женщина у него есть, да? Есть женщина. Скорее всего... Подождите, жена-то ты? Здесь есть женщина, есть женщина. И, скорее всего, это жена, с которой он расставался, но сейчас сошелся. И она держит его в рукавицах. Она держит его в рукавицах. Он одевает маски. То есть, одевает маски. Он может и за нее плохо говорить, но не ей в глаза, а другим. Здесь, знаете, у человека вообще жизнь такая вся полностью. Все как бы она... Не скучно ему живется. Он и болеет сильно сейчас. Она с него все соки жмет. Энергии тяжелые. Мечельные, тяжелые энергии. То есть, он одевает маску. Он одевает маску. Скорее его с этой женщиной могли бы связать, сроднить, сблизить родные. То есть, женщина какая-то. Здесь она может владеть магическими способностями. Здесь, кстати, этот человек не раз уходил от нее к вам, но опять же приходил к ней. Здесь, возможно, она же та женщина, от которой он ушел к вам, она и разрушила, в принципе-то, по сути, вас опять же. Смотрите, он метался между ей и вами, но выбрал ее. О, может быть, магическое действие. Кстати, смотрите, здесь человек либо врач, либо хирург, либо сам переносил хирургические вмешательства. Ну да, смотрите, здесь подглядывает за вами, где-то смотрит в сети, где-то наблюдает. Ну да, хочет ли встречи, думает о встрече, думает о встрече. Да и вы не свободны, скорее всего. Есть у вас мужчина, возможно, водная стихия. Этот мужчина может занимать какую-то должность такую всю. Он может занимать какую-то должность, ваш мужчина. То есть, в принципе, здесь может быть мужчина, который может занимать какую-то должность. Может быть просто директор или заместитель. Может быть зам. Но ему как-то вот люди подчиняются. Смотрите, а вот этот мужчина, на которого мы смотрим сейчас, вообще хочет уйти в тень. И здесь ему даже жить не хотелось, а депрессия у него, скорее всего. Он может, он, кстати, часто ездит куда-то, он маски носит, он много носит масок. Кстати, недавно мог похоронить, да, мать мог похоронить недавно. Вы знаете, вообще этот человек пользуется вниманием женщин. Он пользуется вниманием женщин, он мог, вообще гуляка, вообще любит флирт, любит флирты, любит разнообразие. Но опять же идет вот к этой женщине, с которой он сейчас. Женщина худощава, телосложения, волосы длинные, черные, возможно, есть татуировка. Любит носить ожерелье, ожерелье, много браслетов, либо ожерелье она носит, я не знаю, да, что-то вот сюда. Она, кстати, может еще играть на каких-то инструментах. Да, она может играть на каких-то инструментах. Да. Эта женщина вообще вас знает. Ну, она либо вам писала, знаете, и писала, может быть, с аккаунтов других людей. Ну да, вам были звонки, вам были какие-то, может быть, не звонки, но смс-ки, да, вот якобы, якобы от других. Ну, вот, знаете, якобы, как бы от каких-то левых аккаунтов, но на самом деле это была она. Походу, вы состояли в любовном треугольнике. Кстати, мужчина может быть под зависимостью, либо игральной, либо алкогольной. То есть, либо игральной, либо алкогольной зависимостью он может быть, да. Либо второго числа у него день рождения, либо второго числа вы познакомились, а может быть, ну, что-то двойка, двойка играет в вашей, какое-то знаменательное число в ваших отношениях. Верующий может быть человек, кстати, может быть, верующий. Вы знаете, очень интересно, может быть верующий, но и верующий в мистику еще, смотря во что верующий, скорее всего верующий в мистику, да. Ну, а знаете, встречу он хочет с вами, но дабы ему мешает вот эта женщина, ему вот эта женщина мешает, и он ее боится. Вы знаете, да, здесь, скорее всего, есть что-то ритуальное, на нем есть ритуальное что-то, это что-то просто ритуал. Но, скорее всего, через кладбище он был при ворожоне, могли использовать и ворона, в клетку его посадили, да, его посадили в клетку, он находится в состоянии клетки, он пытается как-то бороться, уйти от этой женщины, но опять же какое-то бессилие, какое-то бессилие, какое-то, какое-то бессилие, какое-то уныние, какое-то тяжкое у него сейчас состояние. И он не знает, как бороться с этим состоянием, вообще не знает, как быть, как бороться с этим состоянием дальше. То есть, да, скорее всего, сейчас он просто на цепи, на цепи у этой женщины. А где сейчас вообще, в каком месте он находится? Ну вот сейчас, в данное время, он может быть один. Он может быть лежать в больнице. Кстати, он не лечился там в психушке нигде, потому что здесь может быть отклонение, глубокая депрессия у человека. Кстати, может быть глубочайшая глубокая депрессия. То есть, вот это вот я тоже могу предположить, что да, депрессия у него присутствует. И, скорее всего, она есть. Да, депрессия есть у этого человека, есть депрессия, она присутствует. Я не знаю, кто там его давил, даже вот этот, но он, да, он относится, в принципе, к вам, как к своей семье. Вы ему снитесь, но, опять же, и семья, и не семья, смотря как, что, с какой ноги встанет. Эта женщина рвет с него последние ниточки, но, опять же, здесь может, их хочет разлучить какой-то родственник из семьи, может быть, его отец, либо старший брат их хочет разлучить. Вот, потому что он видит, как его брат, в принципе-то, по сути, страдает. Вот так вот. Вот такой вот у нас был, вот такие вот у нас были, точнее, два варианта, да, на то, что где, что, как у нас, что мы у нас там с бывшим. Вот. Была рада вас видеть, слышать. Пишите свои комментарии по поводу личных там консультаций, по поводу выхода со мной лично на связь. Да, это можно. Далее, как бы, есть ли выездные работы? Да, они тоже есть, и они отличаются по стоимости, конечно. Связывайтесь со мной лично в WhatsApp. Далее, смотрите, по поводу диагностики там бесплатных вопросов. Бесплатных вопросов вообще нету. Ни один мастер вам не будет бесплатно смотреть. Если вы смотрите где-то бесплатно, то, знаете, вы работаете с шарлатаном, потому что ни один мастер не будет смотреть вам бесплатно. Ничего не бывает бесплатно, особенно в чёрной магии. Мы за всё оставляем откуп. И никогда не верьте, не слушайте. Если человек говорит вам, что я вам посмотрю бесплатно, бесплатно вы работаете либо с какими-то цыганками базарными, да, либо с человеком, который ничего не понимает в этой стезе, ничего, да, вообще практик не работает бесплатно, он тратит свою энергию, и бесплатного нету. И если вам кто-то предлагает бесплатно, вы работаете не с профессионалом. Так что вы понимаете, знайте, что труд должен быть оплачен, тем более такой труд, и все расклады, особенно ритуалы, все чистки, всё вот то, что вы видите, и то, что вы знаете, то, что вот это есть на самом деле, это есть заплатно. И то, что вы говорите, вот я слышала много и видела ваши комментарии, платно работают только шарлатаны до сейчас, ага, бесплатно работают только шарлатаны, дабы потом вывести вас на порчу, на снятие порчи, которой на самом деле нету. И у всех, у которых вы там ходите, гадаетесь, да, якобы бесплатно, мы должны понимать, что потом они вас будут раскручивать на порчу. Ну, а вы лохушки ведетесь, а лохушки, конечно, не все, но в остальном многие, да, и 100% 65 лохушек. Было приятно вас видеть, до свидания, всего хорошего. Слышать, точнее видеть, хотя я вижу и через телепатические чувства, энергетические, кто-то меня смотрит, и 65 лохушек было, сидевшие тут лохушки, да, которые думают, что всё бесплатно, это всё хорошо, всё платно, это всё зло. Наоборот, учите, учите этот мир вообще, развивайтесь, вы неграмотные. До свидания.